Причины большинства хронических заболеваний, от которых сегодня страдают люди по всему миру, находятся в желудке. Со временем накапливаются загрязнения, и вы отвративаете и телом, и умом. Это определяет то, как вы думаете, чувствуете, понимаете и переживаете жизнь. Мне любопытно, как вы относитесь к голоданию на воде или к продолжительным голоданиям. Сразу переходишь к теме про еду. Хорошо, про голодание. Не про еду. Это хорошо. Это противоположность еде. Это время воздержания от пищи. Есть ли какая-то польза от того, что мы позволяем себе сделать перезагрузку и заново взглянуть на наши отношения с едой? Эта история произошла в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелесе был одержим своим Фордом-Мустангом. Он ездил на Мустанге. Эта машина ему очень нравилась. Однажды двигатель начал покашливать. Так что он отвез машину местному автомеханику и сказал, «В двигателе какая-то проблема. Устрани ее». Тот сказал, «Хорошо, док, приходите завтра утром». На следующее утро, перед работой, доктор зашел в мастерскую, но машина не была готова. Механик сказал, «Приходите вечером, все будет готово». Доктор пришел вечером, но машина опять была не готова. Он спросил, «В чем дело?» «Ты сказал, утром я пришел, вечером я снова пришел. В чем проблема?» Механик был не в настроении. Он сказал, «Вы кардиохирург, и вы, и я ремонтируем двигатели. Как получилось, что вам платят в 10 раз больше, чем мне?» Доктор посмотрел на него и сказал, «Попробуй починить двигатель, когда он работает». Так что человеческую жизнь и человеческое тело нужно чинить, когда они работают. Иначе это бессмысленно. Вы можете починить тело после смерти, но какой в этом смысл? Нам нужно чинить это тело, когда оно работает. Если вы хотите починить это тело, когда оно работает, вы должны понимать. Поскольку мы говорим о чем-то, связанном с процессом пищеварения, этапы этого процесса — поглощение, прием чего-то внутрь, переваривание, усвоение, выделение. Это четыре измерения обработки пищи и весь процесс в целом. Поглощение, переваривание, ассимиляция или усвоение и выделение. Поглощение пищи в современном мире происходит постоянно. Где бы люди ни находились, сидя, стоя в любое время дня и ночи, люди едят просто потому, что вокруг так много еды. В истории человечества такого никогда не было. Но, к сожалению... К счастью, еды очень много. Но, к сожалению, люди не знают, когда следует есть, а когда нет. Существуют временные циклы. Мы знаем время только по циклам. Если планета вращается вот так, одно вращение мы считаем одними сутками. Иначе мы бы не знали. Если Луна сделала один круг, мы говорим, что это один месяц. Если Земля сделала один оборот вокруг Солнца, мы говорим, что это один год. Так что наше представление времени — это, по сути, циклы. Наше рождение и смерть — это тоже вопрос циклов. Мы родились только потому, что тела наших матерей были синхронизированы с циклами Луны. Иначе мы бы не появились на свет. Таким образом, всё наше физическое существование циклично. Весь духовный процесс, если хотите, то мы можем углубиться в это. По сути, он имеет важное значение, потому что он не цикличен. Потому что цикличность означает, что вы ходите кругами. Если я говорю, что вы ходите кругами, что это значит? Вы зациклились. Вы никуда не продвигаетесь. Если оставить вас в пустыне, здесь есть гор, но если нет никаких особенностей рельефа, то в пустыне только песок. Тогда люди будут ходить по кругу. Это значит, что вы никуда не доберётесь. Значит, вы заблудитесь. Как только вы полностью отождествитесь со своим телом и своей психологической структурой, вы начнёте ходить по кругу. Поэтому в Индии, в югической культуре, это называется самсара, что означает повторяющийся цикл жизни. И это совершенно очевидно. Циклическая жизнь, какой бы хорошей каруселью она ни была, вы знаете, если устроить её как следует, это будет хорошая карусель. Но вы никуда не продвинетесь. Дети могут радоваться, катаясь на карусели. Но если взрослые сидят на карусели и едут один круг за другим, думая, что они куда-то продвигаются, это очень трагично, не так ли? Вот что происходит. Так что тело — это цикл. Циклы тесно связаны с планетарными циклами, лунными и солнечными циклами, со всеми остальными. Лунные циклы, солнечные и земные, играют очень важную роль для тела. Если человек обладает необходимой осознанностью, он может понаблюдать, в какой день его тело не нуждается в пище. Все остальные живые существа знают это. К сожалению, человеческие существа забыли об этом, потому что их мыслительный процесс или их глупый ум наложился на все остальные чувства, которые есть в их системе. Если вы понаблюдаете за своей системой, то увидите, в определенный день вам не захочется есть. В этот день вам не следует есть. Но нет, вы в гостях у друга, там вечеринка, и вы запихиваете в себя пищу. Даже если ваше тело говорит «нет», вы набиваете свой живот. Понаблюдайте за животными, хотя бы за собакой дома. В определенный день она отказывается от еды. Так делают и собаки, и кошки. Вы замечали это? Собака уходит, съедает какие-то травинки, если найдет, ее вырвет. Так она себя очищает, потому что она осознает, что поглощение пищи происходит постоянно, но переваривание и выделение происходит не так быстро и эффективно, как поглощение. Поглощение пищи часто происходит неосознанно, но всем органам пищеварения приходится работать. Другим измерениям пищеварительного процесса приходится работать. Когда мы говорим «пищеварение», то подразумеваем процесс, происходящий во всем пищеварительном тракте, а не только в желудке. Услоение также происходит по всему пищеварительному тракту. Выделение происходит не только через пищеварительный тракт. Выделение должно происходить также и на клеточном уровне. Со временем накапливаются загрязнения, и вы отвердеваете и телом, и умом. Если вы не очищаете себя, то загрязнения будут накапливаться и накапливаться. Мы называем это кармой, потому что, накапливаясь, она определяет то, как вы думаете, чувствуете, понимаете и переживаете жизнь. Люди могут не осознавать этого, но они будут думать «я таков, такова моя природа». Это не ваша природа, это то, что вы сами с собой сделали. Поэтому нужен процесс очищения. Важно делать перерыв в приеме пищи, потому что другие системы в основном работают автоматически. Вы можете стимулировать их, но они функционируют непроизвольно. Прием пищи — добровольный процесс. Но, к сожалению, для большинства людей он стал очень навязчивым. Это должен быть добровольный, осознанный процесс, что означает «я ем, когда хочу есть». Когда я решу, что я хочу есть, я буду есть. Моя рука не должна решать, когда мне есть. Если что-то есть пожевать, люди так делают постоянно. Да, я тоже. Если мы оставим возле вас горстку хороших шоколадных конфет, ваша рука будет есть, а не вы. Так что поглощение пищи должно быть осознанным процессом. Чтобы привнести в этот процесс осознанность, есть много методов, и один из них — воздержание от пищи. Просто отказ от еды и воды может навредить системе. Вы должны поддерживать это необходимыми практиками. Если у вас есть необходимые практики, потребность в еде снизится. Мы получаем энергию не только из пищи, которую едим. Солнечный свет, воздух, вода. В югической науке мы говорим, что, если вы действительно хорошо поддерживаете свою систему, тогда 60-70% вашей энергии должно поступать из этих трёх источников — солнечного света, воздуха и воды. Остальные 40% должны поступать из пищи, которую вы едите. Так что, естественным образом, количество пищи, которую вы едите, будет уменьшаться. Расскажу вам кое-что о себе. В молодости я ел очень много. Я никогда не поправлялся, потому что был очень активным. Но то, что я съедаю сегодня, на самом деле составляет 1 десятую, даже меньше 1 десятой от того, что я съедал в то время. С 19-летнего возраста и до сих пор мой вес остаётся одинаковым. Тот же вес, что и в 19. Единственное, в то время основная масса тела приходилась на плечи. Теперь, так как на меня постоянно воздействует гравитация, масса тела сместилась немного вниз. Но я держу себя в форме. Так что воздержание от пищи, как процесс, должно выполняться с необходимым пониманием. Если люди не обладают этой осознанностью, в Индии мы установили, что на 11-й день лунного цикла нужно воздерживаться от пищи. Если вы не в состоянии паститься, вы переходите на что-то очень лёгкое. Это называется палхар. Это значит, что вы соблюдаете фруктовую диету, потому что фрукты на 90% состоят из воды. Вы должны есть воду, а не пить её. Такова египетическая наука. Насколько это возможно, ешьте воду. Всегда будьте осознанны насчёт пищи, которую вы едите. Каково в ней содержание воды? Например, в блюдах южноиндийской кухни, я говорю о приготовленной еде, это 60-70% воды. На самом деле больше. В некоторых видах пищи воды гораздо больше. Но сейчас пища, которую вы едите здесь, вы едите хлеб, который был испечён, вероятно, месяц назад. Даже в так называемых магазинах органических продуктов это месяц или как минимум неделя. Никто не ходит за свежим хлебом. В любом случае, судя по тому, как выпекается хлеб, в нём нет воды. В нём мало воды. Поэтому, конечно, вы компенсируете это «Ведром Кока-Колы» или чем-то подобным. Я сказал «Ведром». Ведро, да, это приличное количество Кока-Колы. Оно вот такое большое. Так это не работает. Если вы пьёте жидкость вместе с пищей, кислоты, необходимые для пищеварительного процесса, будут разбавлены. И весь ваш пищеварительный процесс станет неэффективным. Потому что, если еда содержит в себе воду, то, поступая внутрь, вода содействует пищеварению. Но если вы добавите любую жидкость поверх еды, то увидите, что пища будет оставаться в желудке слишком долго. В йогической культуре и в жизни мы всегда уделяем этому большое внимание. Потому что не хотим, чтобы пища оставалась в нашем желудке дольше двух с половиной часов. Неважно, что я съел, сколько я съел, но через два с половиной часа пища должна перейти в другие отделы. Если она останется там дольше, это сделает вас вялым, инертным, заставит вас потерять чувствительность восприятия. Уровень восприятия, острота восприятия теряется. Вы это заметите. Если вы едите пищу без кока-колы, кофе или чая, или чего-то подобного, вы чувствуете себя вялыми. Вас как будто тянет вниз. У очень многих людей сложилась культура вокруг этого. После обеда им нужно поспать. Это как если бы вы поехали на заправочную станцию, заправили автомобиль, а потом не смогли бы завести двигатель, потому что в баке было полно бензина. Вот что это значит. Так что важно обеспечить полноценную работу пищеварительной системы. Так как причины большинства хронических заболеваний, от которых люди страдают сегодня по всему миру, находятся в желудке? Да. У многих людей причина в голове, но в основном источник проблем коренится в желудке, в том, что они едят и как они едят. Так что при таком питании, чтобы наладить пищеварение, делайте одну простую вещь. На один-два дня в месяц переходите на более легкую пищу, очень простую и легкую пищу для организма. Если вы сможете выдержать пост на воде или на воде с небольшим количеством лимона, или на воде, слегка подслащённой мёдом, это поможет. Но если для вас это невозможно, тогда это могут быть фрукты или что-то очень лёгкое для системы. Смысл в том, чтобы дать передышку процессу пищеварения и усвоения, чтобы все остальные отделы организма начали избавляться от загрязнений, очищаться на клеточном уровне. Тело должно избавляться от всех загрязнений. Субтитры создавал DimaTorzok